Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивач Анна. И сегодня мы говорим о такую тему, как подкормка огурцов в августе месяце, которая продлевает их плодоношение, воскрешает уже отходящее в мир иной. Короче, восстанавливает стареющие пожухлые растения и, естественно, увеличивает урожайность, которую мы продолжаем собирать с каждого растения огурца. Поскольку рецепт, который я предложу в этом видео, касается обработки по листу, необходимо в первую очередь обратиться к самим растениям. И перед тем, как мы начнем готовить и кормить питательными веществами наши огурцы, мы удалим, естественно, все отработанные листья, все листья, которые находятся в нижнем ярусе, все пасынки, с которых мы уже собрали основной урожай, то есть всю ту лишнюю вегетативную часть, которая мало того, что не приносит урожая, также она способствует худшему проветриванию и быстрому развитию различных грибных заболеваний. Что? Смотри, какой крючок. Ну-ка, скажи, что ему не хватает? Так, точно не азота. Так, еще варианты. Да, я помню, что... Звонок другу. Крючковатый. 50 на 50. Хорошо. 50 на 50. Кальций, калий. Кальций или калий? Ну так кальций или калий, я в курсе. Хорошо. Не ответить? Хорошо, давай. Кальций, калий, азот, фосфор. 50 на 50. Удаляем азот и удаляем фосфор. Кальций, калий. Калий? Калий, молодец. Все-таки ты не зря снимаешь. Вот такие морские коники. Теперь непосредственно к самой подкормке. Наверняка у вас, так же как и у меня, растения уже выработали свой ресурс. Формируют и крючковатые огурцы, и вот такие вот лампочковидные огурцы. О этих огурцах мы говорили в более раннем видео. Называли, что здесь не хватает азота, здесь не хватает калия. Иными словами, нам необходимо подобрать такую подкормку, которая будет содержать в себе как макро, так и микроэлементы. Для того, чтобы приготовить питательный раствор, который мы впоследствии будем наносить на листовые поверхности, я предлагаю выполнить дозировку из расчета 1 литр рабочей жидкости. Для этого нам понадобится 1 литр воды. Соответственно, в него мы внесем на кончике ножа калий-марганец-4, марганцовку, которая будет являться источником марганца в первую очередь. Вслед за этим мы накапаем порядка 5-6 капель йода. Это тот элемент, который крайне необходим нашим огурцам для восстановления. В качестве источника азота, который крайне необходим нашим растениям, можно подобрать любое азотсодержащее удобрение, но лучше использовать мочевину из расчета 1 грамм на 1 литр воды. Также не забываем про такие элементы, как фосфор и калий. Идеальным источником калия будет являться гума от калия. Его мы добавляем пол чайной ложки и даже меньше на этот литр жидкости, для того, чтобы цвет в банке немного изменился. Поскольку наряду с питанием стоит задача сохранить новые завязи, которые будут образовываться, и довести их до полноценных огурцов, мы обязательно добавляем борную кислоту. Если мы говорим про порошок, то тогда добавляем 0,2 грамма на 1 литр воды. Если мы говорим про жидкий раствор борной кислоты, то достаточно добавить третью часть чайной ложки. Не лишним будет добавление любого прилипателя, которым может быть, например, калийное жидкое мыло, также подойдет дегтярное жидкое мыло, которое в свою очередь выступит дополнительно тем препаратом, которое будет бороться с различными вредителями, поселившимся на наших кустах. Также можно использовать, например, молоко, которое будет дополнительно являться источником молочнокислых бактерий. После того, как мы приготовили эту реанимационную смесь, мы обязательно введем подкормку по листу. Такую подкормку можно проводить не чаще, чем один раз в 10 дней, и смотреть, как на нее будут отзываться наши растения. Помним, что любая листовая подкормка должна вестись не по ярким солнечным лучам, и не перед самым заходом солнца, для того, чтобы наши растения не испытывали ни ожогов, и также, чтобы на них не оставалось лишней влаги, которая будет впоследствии являться одним из условий развития пероноспороза. Конечно же, наряду с листовыми подкормками не лишним будет проведение и корневых подкормок. Здесь все просто. Те способы подкормки, которые для вас являются приемлемыми, органические или минеральные, мы ведем традиционно по корню. Например, введем раствор золы из расчета 1 стакан на 10 литров воды и проливаем под корень. Также можем готовить любые зеленые удобрения, добавляя в них уже ботву наших овощных растений, в которой будет содержаться большое количество калия, насыщая раствор этим элементом, и проводить корневую подкормку. И в конце видео хотелось бы напомнить, что еще не поздно посадить ультраранние гибриды огурцов, которые еще успеют созреть и дать полноценный урожай к середине сентября. Но для этого подбирать более подходящие защищенные условия. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч!